В провинции Санчуань произошло разрушительное землетрясение. Реальные истории жителей Китая опровергают дезинформацию США о положении Синьцзяна. Авиационный университет в провинции Шэньси подвергся хакерской атаке из США. Иностранные компании стремятся попасть на рынок Поднебесной после участия в китайской международной ярмарке торговли услугами. Китай использует уникальные сорта зерновых для роста урожаев. В Пекине проходит китайская международная неделя моды. На инфракрасные камеры в провинции Зянси удалось заснять редких животных. Ученые установили время и место изготовления 700-летней керамики, поднятой с затонувшего корабля. В понедельник в провинции Санчуань произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр находился в уезде Лудин Гардзе-Тибетского автономного округа. Из-за подземных толчков в нескольких населенных пунктах региона повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, дороги, линии электропередачи и связи. Председатель КНР Си Цзиньпин и глава госсовета КНР Ли Кэццян призвали приложить все усилия к спасению людей и предотвратить возможные вторичные последствия бедствия. Лидер Китая также потребовал усилить сейсмический мониторинг и наладить эвакуацию пострадавших жителей и расселение их в пункты временного размещения. Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило 1100 пожарных, аварийно-спасательные и инженерно-спасательные команды, более 30 комплектов оборудования и вертолет для ликвидации последствий землетрясения. Минтранс КНР открыл зеленые коридоры для доставки техники и грузов в пострадавшие зоны. Министерство коммерции и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили провинции 50 миллионов юаней. Ведутся работы по эвакуации пострадавших жителей и расселению их в пункты временного размещения. В регион доставляют десятки тысяч палаток, одеял и раскладушек. По данным местных властей, погибло не менее 66 человек. Большая часть в Горзе-Тибетском автономном округе. Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США опубликовал доклад о Сынзян-Уйгурском автономном районе, призванный очернить Китай. В этом документе собрана дезинформация, которую опровергают реальные истории жителей региона. Например, из округа Аксу, где производится высококачественный хлопок. Около ста домохозяйств в нашей деревне выращивают хлопок, чтобы увеличить свой доход. В прошлом году наша плантация площадью 20 гектаров принесла нам 400 тысяч юаней. Сейчас до 80% хлопка собирают с помощью комбайнов. В то же время остаются небольшие участки, на которых собирать урожай можно только вручную. Каждый год со всей страны на них съезжаются многочисленные сборщики хлопка. Трудовой мигрант Энвер Токсиньяс рассказывает, в прошлом году за 40 дней он заработал более 10 тысяч юаней. Здесь я могу заработать больше денег, поэтому я очень рад возможности приехать на сбор хлопка. Западные страны вслед за Вашингтоном преподносят это как принудительный труд. Более того, все руководители Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте называли Китай, Россию и некоторые другие страны самой серьезной угрозой для США. Можно сказать, что Центр глобального взаимодействия руководит компаниями США по управлению общественным мнением и созданием негативного образа Китая, России и других стран. Эта организация не только координирует работу американских федеральных агентств и Госдепартамента, она также влияет на зарубежные власти, СМИ и неправительственные организации. Под предлогом борьбы с дезинформацией, Центр глобального взаимодействия сам ее распространяет. США часто запускали такие проекты, чтобы создавать поводы для подрывной деятельности и запуска цветных революций. Согласно отчету Стэнфордского университета и аналитической компании «Графика», за последние годы США создали множество поддельных аккаунтов в социальных сетях для нападок на Россию, Китай, Иран и другие страны. При этом центральной темой информационных атак на КНР стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Агентство национальной безопасности США совершило кибератаку на северо-западный политехнический университет в провинции Шэньси. ВУЗ занимается аэрокосмическими и навигационными исследованиями. О причастности одного из подразделений АНБ к хакерской атаке на учебное заведение было объявлено в докладе Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусы. В апреле мы обнаружили программы Трояны, которые пытались незаконно получить доступ к информационной системе университета. Это создает серьезную угрозу нормальной учебной исследовательской деятельности и бытовой жизни университета. Наш университет уделяет повышенное внимание сетевой безопасности, поэтому мы сообщили об этой ситуации в полицию. Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы и компания-производитель антивирусных программ восстановили картину кибератаки на университет и получили доказательства, что к взломам причастны 13 человек, находящихся на территории США. Мы уже передали итоговые доклады о результатах расследования в компетентный орган государственной власти. Объединенная следственная группа установила, что в последние годы Агентство национальной безопасности США совершило десятки тысяч кибератак на объекты в Китае, похитив более 140 гигабайт ценной информации. В понедельник завершилась китайская международная ярмарка торговли услугами. Многие иностранные участники выставки заявили, что хотят более тесно сотрудничать с для этих от большая честь быть в составе делегации Объединенных Арабских Эмиратов. Китай – один из наиболее стратегически важных рынков как для нашей компании, так и для страны в целом. Мы многого добились на этом мероприятии. Местные предприниматели и торговые компании очень заинтересовались нашей организацией. Стенд Южной Кореи стал одним из самых популярных. Здесь представили самые интересные экспонаты, демонстрирующие прогресс страны в области культуры, науки, технологий и других сферах. А еще здесь можно было сделать фото с пингвиненком Параро, персонажем популярного корейского мультфильма, и познакомиться с национальной культурой с помощью очков виртуальной реальности. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей. Сейчас путешествовать сложно, поэтому мы хотим вот так познакомить посетителей с корейской культурой. Я надеюсь, что когда пандемия COVID-19 закончится, туристы из Китая приедут в нашу страну. В шестидневной ярмарке приняли участие экспоненты из более чем 70 стран и международных организаций, в том числе свыше 400 крупнейших компаний мира. 128 новых элитных сортов зерновых культур помогут обеспечить поднебесные стабильные урожаи и рост производства. Улучшенные сорта выпустили в продажу под эгидой Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР. Они отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням полиганью, отличным качеством и высокой региональной адаптивностью. В провинции Гуйчжоу фермеры уже выращивают новый сорт риса с сокращенным циклом культивации. Площадь посевов более 13 гектаров. Рис этого сорта отличается высоким качеством и может продаваться по цене до 20 юаней за килограмм, то есть в два раза дороже обычного. Мы планируем собрать 15 тонн зерна. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Провинция Дзянси увеличила объем инвестиций в распространение новых разновидностей зерновых культур. Администрация столицы региона, города Нанчан, сосредоточилась на продвижении устойчивых к полиганию сортов риса. А в уезде Шаньин провинции Шаньси местные власти подобрали 40 водосберегающих и высокоурожайных разновидностей кукурузы, пригодных для массовой посадки. У такой кукурузы крупные початки с большим количеством зерна. Мы ожидаем, что в этот раз урожайность на единицу площади будет на 15% выше, чем в прошлом году. Сейчас более 96% сельскохозяйственных культур в Китае относятся к элитным сортам, которые увеличивают удельную урожайность более чем на 47%. Нежные белые, элегантные красные, интригующие черные. Множество притягивающих взгляд костюмов можно увидеть на подиумах Пекина. Здесь проходит китайская международная неделя моды. Более 300 дизайнеров со всего мира представляют свои коллекции сезона «Весна-лето 2023». Самый первый показ от китайских дизайнеров. В 80 модных образах сочетаются традиционные элементы и актуальные тренды. Эксперты по стилю найдут в них и классическую вышивку Суджоу и Хунани, и присущие западу фигурные линии. Всего на китайской неделе моды пройдет 134 мероприятия, в том числе различные конкурсы для молодых талантов. Организаторы говорят, эта площадка предназначена для открытия новых звезд мира моды. За все эти годы мы организовали более 160 конкурсов, в которых приняли участие более 40 тысяч молодых дизайнеров со всего мира. В этом году в финал конкурса молодых дизайнеров вошли 27 талантов. Они представят на китайской неделе моды в общей сложности более 100 авторских концепций. 27 инфракрасных камер, установленных в природном заповеднике Гуаньшань, провинции Дзянси, помогают вести наблюдения за редкими видами животных, которые находятся под государственной охраной. Так, видеосъемка показала, как находят еду самец и самка пестрого китайского фазана, внесенного в Красную книгу. Кроме того, на камеру удалось заснять бег, кормление и брачные игры, других диких животных – серебряных фазанов, мангустов-крабоедов, кабанов, свиных барсуков и гималайских цивет. В объектив также попали макаки, поедающие листья, обыкновенная синяя птица и красноклювая лазоревая сорока. По мнению экспертов, эти видеоматериалы помогут разработать более эффективные программы защиты животных в заповеднике. Ученые установили, что керамика, поднятая с затонувшего 700 лет назад корабля, создавалась на экспорт в печах уезда Лунцюань провинции Джидзян. Керамические изделия, изготовленные во времена династии Сун, были обычно зелеными или зеленовато-голубыми, а найденные реликвии разных оттенков – голубовато-зеленые, желтовато-коричневые, зелено-коричневые. Такие изделия производили во времена династии Юань. Длина печи, температура и количество кислорода – любой фактор может повлиять на цвет глазури готового продукта. Во времена династии Юань печи были длинными – от 50 метров, поэтому контролировать температуру в них было трудно. Керамику из уезда Лунцюань продавали в Восточную, Юго-Восточную, Западную Азию и Восточную Африку по морскому шелковому пути. Обнаруженный у берегов провинции Фудзянь затонувший корабль предположительно следовал как раз по такому маршруту. Его нашли в 2014 году и с тех пор ученые трижды проводили подводные исследования. А в прошлом году со дна удалось достать более 700 предметов, в том числе те самые керамические тарелки и чашки. В ближайшее время археологи приступят к новому этапу раскопок. Субтитры создавал DimaTorzok